Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы очутились в настоящем цветочном царстве, как будто мы попали в зазеркалье, потому что мы пришли в гости к замечательному мастеру по ростовой флористике Татьяне Агафоновой. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Полина! Татьяна, расскажите, как вообще эту красоту можно сделать? И что для этого нужно? И это правда как будто сказочное место. Откуда у вас столько идей, откуда столько творчества? Татьяна, сложно делать такие цветы? Кому-то сложно, кому-то нет. Я увлеклась этим, уже занимаюсь два года, и мне это очень нравится. Возникают постоянно разные идеи, фантазии, которые хочется воплотить в жизнь. И вот сегодня я предлагаю вам попробовать сделать вот такой цветочек. Это соцветие гортензии. Уменьшенная, да? Уменьшенный вариант. Давайте попробуем. Но настоящая гортензия, она увеличенная. Давайте попробуем. Что для этого нам нужно? У нас очень много на столе разных приспособлений, абсолютно неизвестных. Цветы делаются из такого материала, как изолон. Он продается, то есть, большими рулонами метровыми. Это я уже нарезала, подготовила кусочки небольшие. Это что-то строительное или это специально для декора? Раньше этот материал применялся в строительстве, но сейчас его выпускают вот именно для ростовой флористики. И появилось очень много разных цветов. Ну вот мы возьмем белый, чтобы можно было его затонировать. То есть, можно этот материал, то есть, в любой цвет окрасить пастелью, различными колерами, потом запечатать все. Материал гипоаллергенный. Так у нас заранее уже подготовлены квадраты, да? Необходимого размера. Да, наш квадратик 12 на 12. 12 на 12. Значит, мы берем квадратик 12 на 12 из специального материала. Делаем вот так по середочке, 4 разрезика. На глаз посередине, да? Да, не дорезая, ну вот половинку. Это, наверное, для лепестков, правильно? Да, сейчас у нас будут лепесточки. Так, дальше нам надо скруглить, чтобы уже, правда, лепесточек получился. Прямо вот так вот срезаем. Передаем форму лепесточка, да? Да. То есть, крайние уголочки. Татьяна, скажите, а как вы пришли к этому? Я знаю, что по профессии вы технолог. Хотя у вас специальность творческая, но все-таки цветы такие надо же где-то научиться делать. Знаете, я абсолютно случайно увидела в интернете небольшую розу, светильник. И мне она так понравилась, что я захотела сделать ее дочке в подарок 8 марта. И все, и у меня вот началось. Я стала учиться, смотреть, изучать. Я впервые узнала, что такое изолон. Изолон. Вот, да, я начала. То есть вы прям сами учились по каким-то курсам, да? Или через интернет? Я сначала на ютубе стала смотреть мастер-классы, но, конечно, качественных мастер-классов там очень мало. Поэтому я стала изучать дальше эту тему. Набивать руку, да? Да, начала учиться у хороших мастеров, декораторов. То есть сейчас уже могу сама что-то придумывать. Так, ну вот у меня получились, конечно, не такие ровные, как у вас, но какие есть. Потом мы берем масляную пастель и от центра чуть-чуть вот так тонируем. То есть эти мелочки, они специально продаются в обычных магазинах для рисования. Да, да. Вот нам затонировали. Полин, пока повторяйте. Давайте. Потом можно ватным диском или салфеткой немножко растянуть пастель. Гортензия – это такое тенелюбивое растение, очень красивое, да? И оно, по-моему, бывает разных цветов. Разных цветов, да. Поэтому можно сделать и не фиолетовую, да? Можно и розовую, и голубую, какую хотите. Можно мне тоже салфеточку? Да, пожалуйста. И растираем, да, чтобы штрихов... Чуть-чуть, да, так размазываем. Размазываем, чтобы она у нас нежная получилась. Так. Дальше нам надо сделать оттиск, чтобы цветок получился наиболее реалистичный. Сделать на нем такие, как прожилочки. У нас такой молдик. Вот. Для этого нам необходим строительный фен. Обязательно строительный. Да. Чтобы изолом мощность и тепло... Поднимаем аккуратно. Температура у него от 400 до 650 градусов. Вот. Поэтому мы его включаем и потом отжимаем на молде, делаем оттиск. Когда будем делать следующий лепесток, чтобы наш первый не разошелся, надо прикрыть его рукой. Я понаблюдаю пока, как вы это будете делать, потому что... Сейчас фен нагреется. Фен должен нагреться, да? Да, он быстро нагревается. Сейчас мы прогреваем. Какие-то перчатки, ничего не надо одевать, чтобы... для безопасности? Или просто надо быть аккуратным? Надо аккуратнее, да. Вот у нас получились жилочки. Да. Следующий. То есть, он как бы немного подплавляется, и за счет этого можно продавить на нем рисунок. Да. Когда вот он нагревается изолом, с ним можно делать любую форму. То есть, все цветы, которые мои сделаны, то есть, они формируются с помощью нагрева. Вот у нас так получилось. Давайте я попробую, да. Вот вам губочку. Значит, берем лепесточек. Пальчиком, да, придерживайте. Чтобы он не согнулся, да? Вот, почувствовали, что он начинает плавиться. И вот так, да, губочкой прижимайте, чтобы он остыл и зафиксировался. То есть, в принципе, это очень такое минутное дело, да, чтобы почувствовать, что лепесточек... Вот, у меня получились жилочки. Я очень рада. Продолжаем. Да. Он прям становится такой мягкий на ощупь. И... Скажите, а вот эти вот формы с прожилками, это тоже какая-то специализированная или... Это молвы специально продаются. Продаются, да? Да, сейчас вообще ростовая флористика очень идет... Популярно, да. Да, становится очень популярной, поэтому очень много сейчас разных материалов, приспособлений делают специально для цветоделов. Какой-то срок годности есть у этих цветов? И они могут долго-долго-долго стоять? Абсолютно нет, они могут стоять долго. Материал можно мыть. Протирать пыль, да? Можно прям вот снимать цветы и прям под душ с моющим средством. А еще, наверное, можно их дополнять. То есть, надоело, да? Можно изменить, дополнить, и у тебя нужно. Дизайн. Так, все, у меня получились желчки. Получились. Теперь мы лепесточек складываем, ну, как бы немножко его так сворачиваем, так, чтобы нам нагреть вот это место. Поняла. И дальше нам надо сформировать цветочек. Для этого, то есть, можно что хотите взять, лампочку, отвертку, там, вот любое приспособление нам надо сделать с углубиной. Ну, возьмем, например, отверточку, чуть-чуть нагреваем и вот так продавливаем. А, чтобы бутончик, да, такой сформировался? И вот ждем, чтобы немножко остыло. Вот так. Вот он получился у нас цветочек. Здорово. И дальше, чтобы немножко еще реалистичности придать, нагреваем самый кончик прям чуть-чуть и вот так вот пальчиками отгиваем. А, и он тоже придает, да, 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 и он как будто распущен немножечко. Ну, вот так. Вот, уже прям видно, что цветок получается. Так, теперь бой. Давайте. Так, немножечко, да? Да, чуть-чуть, аккуратно. И прям горячий воздух. Да, и продавливаете, ждете, когда у нас дно. Так, сейчас, может, включим клей. Пускай пока клеится. Так, и теперь кончики, да. Теперь прям вот кончик чуть-чуть подносите и вот так пальчиком держите. Все, все. Какой приятный он на ощупь становится, когда расплавляется прям нежный такой. Как зефир. Он очень податливый, да. Как зефир. Так. Скажите, эти ростовые цветы где используют? Для украшений, наверное, каких-то праздников? Украшения праздников, фотосессии, витрины украшают. Сейчас очень это популярно, витринистика с большими цветами, крыльями. Кстати, да, я видела в Москве очень красивые витрины именно с ростовыми цветами. Все. Интерьер можно дома поставить, стойку. Дальше нам так, мухенку подключаем. Дальше нам надо сделать серединочку. Для этого мы берем бусинку и маленькую проволочку. Проволочку. У вас уже готовая. Держите. Мы продеваем. Сейчас я с вами сделаю. Покажете, да? Да. Вашу бусинку. Бусинку, тоненькую проволочку. Да. И продеваем. Складываете два конца проволочки вместе. Угу. И закручиваете. Угу. Вот вроде бы ничего сложного, а нужен навык, чтобы ровненько. Так, все, и закручиваем. Да, закрутили. Дальше нам нужна проволочка побольше. Это вот такая проволока. Специально тоже, наверное, продается для... Это флористическая проволока, 1,2 мм. И нам надо эту бусинку к этой проволочке. Мы ее чуть-чуть прикрутим. Угу. То есть мы делаем уже, по сути, стебелечек, да? Да. И сердцевинка вместе. И зафиксируем немножечко... Кусочком изоленты. Кусочком изоленты, да. А потом задекорируем все тейп-лентой. Наверное, такие цветы очень интересно делать с детьми. Возможно, но не совсем с маленькими. Все-таки здесь горячий фен, да. И горячий клей тоже, которым тоже можно обжечься. То есть это аккуратно надо. Так. Если очень толстая, можно обрезать кусочек. Ну, у меня пока получается пускай так. На первый раз. Ну, вот наши тычиночки готовы. И теперь прокалываем середину цветочка. До конца, правильно? Чтобы осталось только бусинка? Не совсем до конца, потому что нам сейчас вот здесь надо чуть-чуть зафиксировать горячим клеем. Мы сюда капельку клея капаем, а потом уже, да, до конца. А, вот, чтобы оно приклеилось, да? Чтобы закрепить. Не бойтесь, протаскивайте. Все, получилось. И прямо вот ее туда прижмите. И чтобы она взялась, клей взялся. Да. Вот, дальше нам нужна будет тейп лента. А что это такое? Я никогда не видела. Это, ну, специально тоже для флористики лента. Она с воском, пробитана воском, чуть-чуть тянется. И от тепла рук, когда мы начинаем накручивать, воск плавится и фиксирует. Начинаем обматывать чуть-чуть снизу, поднимаясь вверх, чтобы этот кончик у нас зафиксировался. Подматываем под самый цветочек и потом плавненько опускаемся вниз. Вот. Ой, как здорово. Наш цветочек готов. Так, я попробую. Ой, какая она на ощупь. Она липкая, там воск, да. Липкая на ощупь. Любой стороной можно, да? Да, любой стороной. Так, любой стороной. И сначала мы верхние, да, фиксируем. Сначала чуть-чуть снизу вверх, подматываете, а потом опускаетесь вниз. И потом опускаемся вниз. Да, прям липкая. И до низа, да? Ну, почти, да. У вас так ловко получается. Так я уже сколько цветочков сделала. Все, пальцы не снижаются. Все получится. Да, с опытом и все придет. Вот, вот, заматываем. Вот, все получается. Так, готово. И вот из таких цветочков можно собрать веточку. Там, из трех-четырех соцветий. А, то есть мы делаем несколько таких цветов. Да, надо сделать вот несколько цветочков. А дальше собираем их потом такой же лентой, да? Да, да, сейчас покажу. Потом складываем, то есть как нам нравится. Повыше, пониже. Также берем тейп-ленту. Какие цветы вы больше всего любите? Люблю делать. Любите делать и любите вообще. Я вообще люблю цветы. Любые. Мне все нравятся. Я люблю полевые, я не люблю розы, например. Вот там для вас ромашки-васильки. Да, вот ромашки-васильки. Это моя история. Вот такие. Так, раз, два, три. А можно я три, да, сделала? Можно. Их можно все сразу или... Лучше, вот, если делать такой светильник, лучше собрать несколько соцветий и потом из них уже собирать шар. То есть смотреть выше, ниже. Да, гортензия, она же в форме шара. Она в форме шара. Чтобы шарпы получился, лучше из нескольких соцветий собирать. А листья у гортензии тоже вы делаете с помощью... С помощью молда, да. Молда. Листья здесь уже из фоамирана. Это немножко другой материал. Другой, да? То есть можно использовать не только... Не только изолон. ...сложное название. Знаете, сейчас очень много появилось разных материалов. Если раньше был только изолон, сейчас и софтин, и эксифом. И, наверное, придумывают еще новые, новые, новые. Да, и новые оттенки появляются, новые материалы. Можно постоянно развиваться, усовершенствоваться, творить без конца, без границ. И создавать вот такую красоту. Спасибо вам огромное, Татьяна. Прям очень интересно, необычно. И масса позитива, и красоты. И с помощью вот таких небольших цветочков можно сделать светильники, можно собрать целые огромные соцветия. Если увеличить лепестки, то тогда получатся вот такие гиганты красивые. Так что не бойтесь, творите, пробуйте, развивайтесь. И оставайтесь с нами на ОТВ. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok